Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, деток мы выпроводили Сейчас мы с Афонькой Оденемся Я сейчас приведу себя в порядок Нам нужно в магазин поехать Дедуля Афонечка Ну что, поехали? Ты поедешь? Поехали? Так, ну что, мы сейчас с Афонькой Собрались Едем Сначала до Дед Лени за крупами Там еще до Тани до шеи Заедем Двое сержуниных брюк Одни нужно подшить спортивные Ну там вот так буквально, наверное, обрезать А другие Это просто капец Я не знаю Сержунин говорит Я боялся заходить тебе их показывать Когда мы вывесили белье Но это было, наверное, еще неделю назад Это уже прям было Вечером-вечером И он мне приносит джуки А там нет пуговицы Вот так вот клок вырван Женева постаралась Хорошо, что это были сержунины брюки Но они, в принципе, очень даже хорошие Ничего с ними не случилось Единственное, вот так клок, где пуговица вырван Поэтому надо что-то придумать Я надеюсь, что что-то придумается Потому что Они-то хорошие И вот этой всей фигни Которая пришьется другой Ее не будет видно под ремнем Так что Вот так вот Мы уже едем Вот, вроде бы солнышко сейчас стало выходить Вот сейчас это 8.45 Как-то осветлеет Потому что когда мы детей Без 28 провожали Пасмурно вообще Мы уже все сделали В креду еще заехали И тут Серегу увидели Да, Серенький? Сейчас его довезем до дома Хорошо Как дела, Серый? Ты со скрипки? Угу Расскажи, что там сегодня делали Да ничего, я пятерка получила Молодец Глянь А что у тебя за красивые колготки? Это кто тебе такие подарил? Тае Кто подарил? Вея Какая Вея? Та Та Вея Та Та Вея Ну все, мы поехали Так все, ты уезжаешь? Муха Поехали Это пчела, Маргося Ой, Афоню теперь не можем забрать Ему теперь нужен песок Ну ничего, сейчас уже поедем Да, Афонечка, поехали? Сынок Он что, дома любит в песочке? Копаситься, да? Да Да Ты любишь в песке? Поехали, сына Афоня Нельзя высыпать Высыпать нельзя Афоня Нельзя так делать Ты слышишь меня? Ты слышишь маму или нет? Ну что, мы уже дома Я тут вот заезжала в крыбу И вот здесь, Леня покупала крыбу Сейчас вам немножечко все покажу Потому что Афоника заснул Я сейчас все покажу, разложу по местам Так, давайте начнем с круп Целы, вот правда, я даже не знаю Вот этот вот весь пакет На 250 рублей Так, вот эта вот ячневая крупа Это для собачек Даже нефки сижу, не будут суп творить Опять наша любимая лапшичка Домашняя Очень вкусная Очень классная В общем, не разваривается Абинский район Так, гречку Мы любим Перлокку тоже Желаю кукурузную Не всегда, но для разнообразия нужно есть Она очень полезная С одной маленьким детям Это пшеничка Еще пшеного яйца Очень люблю Суп с пшеном Вообще, по-моему, потрясающий Полевой вариант И горошек для супа Сейчас все это уберу Покажу, что в Кредо купила Так, теперь приступаем к покупкам Из Кредо Это Чесночная Помпушка Или что? Помпушки с чесноком В общем, такой хлебчик Присыпанный чесноком Очень вкусный Прям безумно Так, крабовое Крабовое мясо Немножко конфеток Какой-нибудь уже одну дала Чиорио Я их так складываю Если что-то с чаем Так, в общем, я их выкладывать не буду Но Положу их наверх С чаем выдавать детям Чтоб много не съедали Так, две сень блюда Приправы Одну к курице Одну к свинине Но я их могу досыпать То есть там И, не знаю И в куртке То есть Любому мяску Натуральные Да, тут в составе очень Все Главное, что не забыть Что здесь в составе и соль Поэтому Чтобы не пересолить Вот здесь просто в составе Всякие травки Морковка Лук крепчатый, сушеный В общем Вроде бы состав такой неплохой Мухорные пакеты Цены Вот даже не могу вам сказать Потому что Чек Афоника Уже куда-то закинул Еще одни крабовые палочки Так, булка, хлеба Обычная Марсику Китикер Шпроты в масле Аквамарин Не знаю Такой фирмы Я еще не пробовала Я нашла Наконец-то Горчицу Зернистую Боже Она потрясающая К мясу И в салат И к соусам Ко всяким К рыбе Вообще Я ее так обожаю Не могла ее не уйти встретить А вот в креде была С удовольствием И это пила Майонезик Две фасольки Я обожаю даже для салата И использовать Собственно Соку В общем Меленькая Паштет Взяла Побаловаться Два молока 3,2% Сметанку Вот такую Колбаску Кусочек сыра 279 рублей За килограмм Республика Беларусь Беларусский Сыр Вот этот кусочек Вышел на 96 Рублей И чуть Вот этих вот Конфеток Они там Такие вот Мягкие Как мармелад Такие Ёшкина Коровка Рот Ронт Это город Москва Вот такие Покупки На 1000 Рублей 1100 Я отдала За все А у нас уже Время обеда Мы будем докушивать На штучек Компот Наша икра Огурчики В общем Сало И чесночная булка Афоня Что ты будешь Виноградик О сюда Полетели В родни еще больше За это вообще Там не пройти Я сейчас уже Нарвала Петрушки Сейчас Дорвать Укропчик Потому что Сержуня Идет Въезд Ну че вы там Афоня А ты куда Папу провожать Папу провожать Да Афоня Маши пока Папе Маши Скажи Папуля Пока Все Папочка Поехал Будем Его тут Ждать Дома За Гришей Поедем В садик Пока Пока Да Будем сейчас Бабушке С дедушкой Помогать Маши Пока Папе Пока Пока Папу Маши Пока Папе Пока Пока Пусть папа Закрывается Да Да Мы пошли Закрываться Сыно Сыно Пока 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 Папа Да Пока 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 Все Папочка Поехал Есть Не знаем Когда приедет В общем Выходные У нас Без папы Да Сын Что ты делаешь Афоня Пошли Песок гулять Пойдем Я сейчас Буду мыть Свою плиту Которая Под навесом На которой Я тут Закатывала Целое Лето Она конечно В ужаснейшем Состоянии Все Долго Не буду Вам ее Показывать В общем Сейчас Как всегда Из дома Фаберлик Средства Для чистки Духовок И плит Буду использовать Все это Залью И потом Быстренько Подмету После вчерашнего Вязания Фоня Вот эту плиту Вот жерделка Уже начала Начала желтеть Ой Жерделка Черешня Начала Желтеть А вот Какое Красивое Дерево Лучи У соседей Смотрите Ярко Желтые И зеленые Листики По-моему Так вообще Необычно Как будто Нарисованные Желтенькие Листики Так Я тут сделала Небольшую Перестановку Стол Отсюда Переставила Сюда Сейчас Протру Все Афонечка Пока Сливку Кушает Мой Маленький Чумазик Есть Сливы Афонечка Заснул Не знаю Надолго Сейчас Полпятого Сержинечка Звонила Сказала Что он Уже Доехал В Ейск Мне надо По работе В общем Мы Да Там Наложили Зелени Огурчиков Родителям Передали Вот И он Сказал Что уже Доехал Скоро Мне вот Ехать За детьми Пока Есть Время Сейчас Быстренько На кухне Так Немножко Думаю Посуду Какая там Грязная Столастру В общем Как-то Так Конечно Я не могу Когда нет Сержини Мне честно Не хватает Как будто Руки Или ноги Для меня Это Очень Вообще Сложно Мне сразу Не хочется Ничего Делать Вот Вообще Конечно Так Я тут Убираюсь Ну так Нормально В общем Постирала Везде Столов У меня Вроде бы Знаете Хорошо Что большая Кухня Но Вот Когда Много Рабочих Поверхностей То Занимает Время Чтобы Их Вытереть Кажется Что там Их Стряхнуть Там Не знаю Пыль Да Там Какие-то Крошки Но на самом деле Это занимает Больше Времени Потому что Когда мы Жили Ну то есть Когда мы Переехали У меня была Кухня Сначала Вот там Вот в кладовке И там Был всего лишь Вот этот Маленький Столик Рабочий Который Сейчас у нас Под навесом И то есть Мне нужно было Только с него Поубирать И все А тут уже Если уж Я развожу Бардак Так он Везде Получается Вот я кстати Придумала себе Коробку Взяла обычную Картонную коробку И сейчас Со всех Горизонтальных Поверхностей Пособирала Все что нам Не нужно Просто в коробку И Оно постоит У меня И я посмотрю Если оно нам В течении Я не знаю Некоторого времени Не будет нужно То есть Когда я Начну убирать В плодовке И я Пойму Что это нам Не надо То я это Просто выкину Прям вместе С коробкой Вот И сейчас Ну здесь Вот на острове Немножечко Прибралась Потому что Здесь тоже Было все Так захламлено Повытирала Пыль с окон На окнах Столько пыли Особенно Где Они открываются Ветражи Начались Поэтому Несет Прям так Конкретно Вот Афонька Еще спит Уже Пол шестого Пора ехать за детьми Не знаю Сейчас пойду до родителей Долго им еще или нет Сына проснулся Успел Так что сейчас Мы едем в садик Сына Поехали 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 Скорее Давай в машину Сынок Сынок Ты переобувься Сынок Все Все Всех забрали Пересчитаемся Раз Два Три Четыре Афоня тут что-то Клацает Мне Паша Сейчас будем Их забирать Они пойдут к нам В гости Да Вы рады Ребята Что к нам Паша В гости Не очень Ну рад Больше Чему Рад Хорошо Да Или не очень Нам натер Это слово Что будете делать Ничего Просто Сидеть А что еще Теперь мы ждем Тетю Олесю Она пошла Пакеты покупать Сегодня здесь написано Сегодня на реставар Скидка 15% Мам Этого обеда Я подслушала разговоры И там сказали Знаешь что То что Надо Папу вызвать Кому В садик Зачем Для того Чтобы Это Чтобы Там надо нам Сделать спальню Чтобы дверь закрывалась А то полотенце Уже не закрывается И что И наш папа Должен Так нашего Надо вызвать Ну и когда Его будут вызывать Ну Фангелик Что Что Не правда Ура Пакеты Были Пистое ведение Довольна Как сон Были Да Две пачки Пачки взяла Даже тебе Какой-то каталожик А не каталожик Короче А ну календарик Прикольно Ты рада Сколько же они стоят По скидке 38 рублей Гришка Наоборот Что это Это Григория Рисунок 5 с плюсом Видишь Человек получил Мам Что Паша Сегодня 4 получил Да Паша Почел По математике Да ты че Паш Таблицу учишь Молодец Паша С подарками Ура Мы любим Такие подарки Да Антоша Гуляем Ты особенно Любишь Ребята Тут гуляют А дети Тут опять В окопах А мы здесь Строим замок Строите замок Да Класс А мы будем Пишать Сына че Такой голодный Сына Ты что Делаешь Афоня Ты Что такое Зайка Ты не гомешь Афоня А ты дашь нам Что пеленочку принесем Дашь Да Пошли за пеленкой Маргос А что это за вечно голодный парень Что за вечно голодный парень У нас Кто любит хлопья с молоком Поднимите Афоня 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 А ну-ка отдай Маргосе Быстренько Афоня 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 Маргосе Маргос Забирай 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 Не надо ему Не надо Что за игра поешь Нет 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 Маргос Да Я могу Посмотрю охоту Ой Это Серега Ничего На вас Все Афоня Расстроен Забрали телефон Нельзя брать Телефоны Чужие Дома кушать Пошли Дома Макалоны Тоже есть Поехали У нас Наверное Повкуснее Будет Да Сигнализирует Домой Дай укусить Сереже Дай Сереже Укусить А то их там Очень мало Осталось Кусай Кусай Поехали Кто приехал Дядя Миша Сразу видно Агрофирма Лучше приехала Костюм Ну чего У Лики Такой Костюм У нас Совсем Другой Костюм У Агрофирма Желтый А у них уже другие Да У нас фирменный Костюм У них был с голубизны Желтый Как-то у меня не очень А этот крен Сижу не такой Давали Это только дают Начальникам Ахратно Да И начальству Инженера ходят Такие Вот так А моего размера Не было такого Там же начальники Какого размера Ха-ха-ха-ха А что Начальники там худые Что ли Мне казалось Не начальники Вааа Отлично Что это такое Сын А ты сделал Сам бутерброд Да я уже Умею Молодец Ты же меня учила Уже Пока я кормила Афоню Гриша уже Сам отрезал Сыр А это Вот кстати Пакет из Фикс Прайса Здесь брюки Степа нам С Верой Привезли Я все сделала Где Ставь только Кузовики Я наверное Пришлю обычную Вот Эти брюки Вот тут Вот было Вот видите Вставочка Было все Вот этот кусок Был весь разодран Прям собакой Поэтому Здесь отлично Сделано Так А я сейчас Отвечу на комментарии И пойду Выставлять видео Ну Сначала Его смонтирую В общем Комментарии По поводу Того Что пригорела Сковородка Испортилась Да там Что-то Сковородка Ребят Чувствую себя Какой-то виноватой У меня Если честно Все нормально То есть я Периодически Я честно Уже давно Этого не делала И жарила Не на самой Новой сковородке Ну которая Нормальная То есть я ее Помыла С ней ничего Не случилось Поэтому Не знаю Даже в чем Проблема Может быть Мало воды Не знаю Ну Макароны Они как бы Сначала же Обжариваются С луком То есть они Там Не знаю Вот так же Как жарила бы Котлеты Наверное Пропаривала То есть Эффект тот же самый Поэтому не знаю Что не так Как будто Я блин Виновата В общем Все нормально У меня У меня Со сковородкой Поэтому Не знаю Даже в чем Причина Может быть Так А еще По поводу Прав Сколько лет У меня права В 2018 Году Получается 29 декабря 2018 Мне будет 10 лет Права То есть Получила я их Получается То есть Почти 7 лет назад Да 10 9 8 Да 7 лет назад Да Вот У нас все Ездят Все Ездят То есть Мама Папа Степа Я То есть Наши семьи Единственные Дети То есть Сержуня Вера Все Единственные Дети Девушка Коля У них нет Прав У всех остальных Есть Родители Меня отправили Учиться Я вообще-то И хотела Перед этим Правда Я стукнула Родительскую Машину Боже Мне здесь Парш стыдно Да Нам папа По хутору Разрешался Степа Ездить Я ее То есть Я задом Сдавала А вперед Не посмотрела И получается Дерево Не задело Да Простите Там ребята Мои пришли Так вот Папа нам Разрешал Ездить по хутору Пока у нас Не было прав Это было Относительно В детстве То есть Скорее всего Даже как В школе В старших Уже более Классах И я Стукнула Тогда была Шестерка У нас Бежевая Я ее стукнула Передок Я помню Тогда стоил Этот ремонт Вот где фара Вот эту бочину В общем Там немного Снесла А березу Об дедушкину Которые вот там Растут Мы тогда раньше Там ставили машины Под березой Приезжали То есть работать Да И родители сказали Перегнать машину И я Я ее Не перегнала Вернее Перегнала И ударила И потом Самое интересное Когда все это сделали Потом уже родители Продавали машину И мы ее продали Чуваку По имени С фамилией Береза В общем Это у нас такое Прям Интересное совпадение Было Вот И потом уже Когда мне Я закончила колледж Я уже встречалась Сержуне Степа Получила права Когда Перед тем Как идти в армию То есть ему Исполнилось 18 Он получил права И уже с правами Пошел в армию А я Получила права Получается После того Как я закончила колледж Вот И Я могу сказать Что Я училась Все нормально Я умела ездить Я знала правила Но Вся эта сдача Получается Затянулась И получилось Все перед Новым годом И мы Все равно Решили Постраховаться И Заплатили И Тогда нам так повезло Что мы заплатили 3000 Хотя уже по тем временам Платили 6,5 За права Вот Обучение Обошлось Я как помню Мы платили 12000 Плюс бензин Там выходило Около 15 Плюс 3000 Родители Отдали За Я даже Вот не помню Точно Родители А дедушка Коля По-моему Учил И 3000 Ну я же как бы Вязала По-моему Так было Я решила заплатить Потому что Перед Новым годом А если вдруг Что не так Потому что Бывает что Валят Знаете Просто Во всяких Мелочам Вот И Я решила Подстраховаться Потому что Новый год Я думаю Пересдача Когда аж будет Это 10 дней Отдыхать В общем Вся эта канитель Не хотелось Это все растягивать И 3000 Там Все так круто Получилось Вот И мне Прям даже Домой Я единственное Поехала Сфоткалась И мне даже Домой Прям привезли Права И ну то есть Роспись Там просто Написано Моя фамилия Кривовяз Моя девичья фамилия Вот И в общем И вот так Вот я стала ездить Папа Мой Твы-твы-тву Все хорошо Потом у меня Даже Слава богу Все было нормально И Папа у нас Не жадина Знаете Как некоторые Родители Это моя машинка Это моя машинка А папа говорит Что это кусок Железа Грубо говоря И что ничего страшного Надо все равно Учиться Потому что Как без машины В наше время Я очень конечно Благодарна родителям Сейчас это все Намного дороже И Без машины Действительно Никуда И тем более Дети И мы живем На хуторе Знаете Если бы не было машины Я вообще не знаю Как бы мы ездили Вот поэтому Я училась Еще мы с Сержуней Дружили Я помню Что Сержунья Ко мне приезжал На выходные У меня было вождение То есть я ехала Водила Потом только Приезжала домой И в общем Вот так вот мы Вот так вот я училась Тогда по-моему Я даже не помню Месяца три наверное Или два Учиться было Я наверное в сентябре В конце сентября пошла Или в сентябре Октябрь Я не помню Или три месяца учиться Вот я точно не помню Но в общем Всему чему нужно Меня научили Я училась ездить На пятерке Была машина Пятерка И инструктор Был мужчина Вот Ну теперь я езжу Вот И когда я выучилась Я ездила Ну и тесно С родителями же Я жила С Сержуней только дружила На Акушкино родительской Потом На чем я ездила Потом Мы с Сержуней поженились Ну то есть Жили там Сержуней была Нива рабочая Я на рабочей машине Нет Не езжу Потому что там То есть там же путевки Вот эта вся история Нет Точно нет И потом Когда мы переехали сюда Вот эта вот старая Акушка Желтенькая В которой дети сейчас Очень любят играть Она была То есть как бы у меня Вот Ну естественно родители там И тоже брали ее Но в основном Она была здесь на хуторе Я детей куда надо Возила Отвозила В садик И Потом Сержунья мне Сделал подарок 28 апреля На мое 28-летие И получилось это все И как раз Афонька И я была беременна То есть мне было как раз Через месяц рожать И он подарил мне подарок Цитроен Я вообще Я мечтала лично О цитроене Именно об этом Моя Пикассо Цитроен 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 Пикассо Просто вообще Это была моя мечта Обалденная машина Не похожая ни на какую машину Не спутать ее ни с чем Я ее В нее вообще влюбилась Я ее обожала И у нас Женщина В магазине Она торгует И она все время На этом цитроене ездила Я все время заглядывала Это было так неудобно Когда я заглядывала К ней в машину Любовалась И Подезал Оп Афуне так слал Оп Все ребята пошли гулять Так В общем Вот такая вот У меня история Моей Моих прав Так что у меня Скоро Ну еще не прям скоро 10 лет По-моему В 2018 Или в 2017 Не помню В общем Надо посмотреть Еще что хотела сказать Про Комментарий Про свеклу Я по-моему В каких-то уже Недавних видео Отвечала На комментарии Как ее тушить Но я могу так Быстренько рассказать Взять Свеклу Обязательно Она должна быть Винегретной То есть Вот этой Очень красной Красной Без белых Кружочков В общем Эту винегретную Свеклу Почистить Помыть Кто любит На терке Я больше Люблю На мясорубке В общем Я обычно Беру там На сковородку Три свеклы Пропускаю Через мясорубку Ставлю Сковородку На газ Немного Подсолнечного масла Ложу туда Свеклу И начинаю Все мешать В общем Ну она Начинает Как бы Обжариваться Тушиться Потому что там Все равно Этот сок От свеклы В общем Оно не прям Жарится То есть Не получается Какая-то Поджаренная Масса Она все равно Такая красненькая И я все это Перемешиваю Присаливаю Перчу Потом Режу лук Ну стандартно Как на суп Кидаю его туда Тоже Оно начинает Все вместе Так вот Жариться Тушиться Вот Буквально Это минут Пять Там Семь Десять В общем Я смотрю По состоянию По количеству И по огню То есть Так это Точно сказать По времени Нельзя И потом Я уже Добавляю туда Томат И получается Сначала Такое Жиденькое Да То есть Такая Субстанция Жидкая И на Сковородке С открытой крышкой Все начинает Это у меня Реально Тушиться Выпариваться И когда Консистенция Становится Такой Именно Как Икры Которую Можно Намазать На хлебушек Все Уже Проготовится Это Буквально Наверное Минут Пятнадцать Может быть Но честно По времени Я так Не понимаю Потому что Я в эти Тове Куда-то Бегу Что-то Мою Там Мясорубку В общем Бегаю Туда-сюда И когда Я вижу Что получилось Все Вот это Вот у меня Как Рагу Такое Как икра Которую Холодную Очень вкусно Намазывать На хлеб Я Пробую Если нужно Добавляю Соли Немножко И Укропа Ну я не помню Добавляла я В рецепте Прям укроп Или нет Но вообще Я люблю Укроп Добавить И в общем Перемешать Чесночок Можно еще Добавить Кто любит Я добавляю Свежий Чесночок Который Там буквально Несколько Минут Потушился Чтобы Не такой Был Остренький И все Вкусняшка Готова Вот По-моему Вот так Вот На сегодня Все Ребят Мы пошли Гулять Жуни Нет Поэтому И ребят Сегодня Смотрит Мультики Сейчас Пойдем Все Обмоемся И спать Мы с Афоникой Спать Дети Будут гулять Здесь Дальше В общем Все Всем пока До завтра